Вчера генерал-лейтенант британской королевской морской пехоты по имени Роберт Магован сообщил намеренно или ненамеренно, что британские военные уже находятся на территории Украины. Правда ли это? Слышал ли ты об этом и что это значит? Прежде всего нужно ответить на вопрос, почему британский генерал-лейтенант говорит это прессе. Это было не случайно, а намеренно. Поэтому нужно копать глубже. Он говорил о двукратной высадке 45-го подразделения команды. Это спецподразделение британских морпехов. Заметьте, это конвенциональное подразделение морпехов. Ничего специального. Вроде наших 1-й батальон, 4-й полк морпехов. Хорошие бойцы, не стоило бы с ними драться в баре или на поле боя. Но спецоперации, это не про них. Это не спецы для секретных операций, это стандартная ледовая пехота. На Украину они прибывали дважды, судя по его словам, один раз в январе для усиления охраны британского посольства. И очевидно, через какое-то время были возвращены назад. И во второй раз, я полагаю, в апреле для эвакуации, когда вывозили дипломатов, документы и технику. Еще он сказал, что проводились операции особой важности, секретности, связанные с огромным риском. Это можно воспринимать как дипломатическое. А вообще, заметьте, есть люди, специально обученные защите дипломатов. Прикрытию и защите. Это не британские морпехи. Называется специальная воздушная служба. Специально обученная. Они защищают премьер-министра, дипломатов. Морпехи не этим занимаются. У них толстые шеи и руки. Они вступают в бой, ломают людей пополам. Ничего секретного и особенного в этом нет. Я полагаю, что генерал говорил об известных событиях с целью скрыть что-то другое. Им была нужна история для прикрытия. А что они хотели прикрыть? Ну, например, для секретных операций есть специальная британская корабельная служба. СБС, которые, как принято считать, работали в городе Одесса, учили украинцев проводить секретные операции, такие как беспилотная подводная атака в Севастополе на военно-морской базе два месяца назад. Британцы спланировали ее и определенно играли важную роль в ее проведении. Они были целью для русских. И, предположим, они убрали пару парней из СБС. Ну и как такое представить общественности? Большинство парней из СБС начинали обычными морпехами. Вы не можете выйти и сказать, это Капрал Смит из специальной корабельной службы. Вы скажете, это Капрал Смит из взвода Б 45-го подразделения команду погиб вследствие несчастного случая во время тренировки на Украине. Да, он был с особым заданием, скажем, для охраны дипломатов. Верьте, не верьте. Подумайте, зачем генерал-лейтенанту говорить с прессой? Он это делает только для того, чтобы создать впечатление и объяснение, почему. В свете происходящего, что может обернуться серьезными потерями для личного состава специальной морской службы, которая проводит секретную работу на Украине для поддержки украинских морпехов. Если они там работают тайно, ну, в полном смысле этого слова, сугубо практический вопрос, они вооружены в униформе или они как ЦРУшники, просто как прохожие? Это зависит от правового органа, под юрисдикцией которого они там находятся. Британское правительство имеет несколько таких в США. Но нередко специальная воздушная служба и специальная корабельная служба проводят запрещенные операции и проводят их под юрисдикцией Ми-6 или секретной службы. Они могут быть не в униформе, а в обычной одежде, чтобы слиться с пейзажем. И это зависит от их деятельности. Если они советуют и тренируют, они могут носить простую гражданскую одежду. Но если они подбираются близко к русским и могут атаковать или быть атакованными, они, если они не одеты в униформу и попались, они теряют всю правовую защиту. Да, я это знаю. Знает ли президент Путин, знает ли генералы, знают ли вообще русские, что британцы там были и находятся сейчас? Разумеется, они тогда сразу и объявили. Мы знаем, что это дело рук британцев. Они сказали, мы знаем, где вы назвали небольшой городок под Одессой, где британцы дислоцированы. Они даже знали, где казарма, по которой регулярно наносили удары. И были сообщения, что они попали в эту казарму, где находились британцы. И британцы понесли потери, но иные детали нам неизвестны. Но русским известно все. Магован сказал о давно известных русских вещах. Его слова их врасплох не застали. Это мы ничего не знаем. Что? А русские такие. Вот удивил. Ну ладно, последняя тема. Правда ли в твоем понимании, что Пентагон, а это означает президент, одобрили нанесение ударов с использованием американского вооружения вглубь России? Если это так, это отступление от заявленной политики. Заявленная политика заключается в том, чтобы удерживать от этого. Соединенные Штаты заявляют прямо, мы не вмешиваемся в решение о назначении целей. Мы знаем, что это ложь, потому что украинцы получают информацию о целях от американцев, которые контролируют каждый аспект. И это отступление от заявленной политики. Это может быть незаявленной политикой или секретной политикой. Разумеется, я пытался отследить эту историю до неофициального источника. Официальных источников у нас нет. Мы не знаем имен. Все, что мы знаем, это что кто-то поговорил с прессой. Это может быть частью информационной войны, чтобы создать иллюзию с целью формирования у русских какого-то мнения. Кто знает, что происходит? Что мы знаем, то что русские заявляли, что если Соединенные Штаты это делают, они становятся участниками этого конфликта. Это повлечет асимметричный ответ, что означает не обязательно, что русские ответят Соединенным Штатам тем же. Но означает, что чем-то ответят. Предположим, украинцы запустили американскую ракету, которая гипотетически упала в 100 милях от Москвы и, предположим, уничтожила какую-то тренировочную базу или какое-то хранилище топлива. Предположим, погибло человек шесть русских. Русская пожарная бригада находит деталь с надписью, сделана в США. Что будет? В этом случае решение будет политическим. Такой удар не меняет общего военного тренда, не влияет на реальность на поле боя. И если я русский, я бы решил, что произошло это скверно, но это ничего не изменило, мы по-прежнему побеждаем. И нужно ли мне реагировать как-то чрезмерно, что отвлечет меня от действий, ведущих к победе? Знаете, русские проявляют эталонную выдержку. Они полностью сконцентрированы на успехе на поле боя, и они не позволяют себе выходить из равновесия из-за этих раздражающих булавочных ударов то там, то здесь, со стороны Украины. И если ты на них ведешься, ты им подыгрываешь. Сейчас, я думаю, мы в состоянии конкурса по сдерживанию эскалации. На Западе есть люди, которые хотят сильнее втянуть русских, чтобы оправдать вовлеченность НАТО и Соединенных Штатов. А русским нужно с этим как-то справляться и не позволить себе чрезмерно реагировать и дать тем самым Соединенным Штатам и НАТО повод вступить в игру. Ну что ж, я подведу итог. То, что я скажу, будет предварять мой вопрос, если ты с чем-то не согласен, дай знать, до того, как начнешь отвечать. В Польше находится 40 тысяч американских бойцов, кое-кто из 101-й воздушно-десантной. С ними также 50 тысяч польских солдат. На территории Украины американские военные не в униформе, из ЦРУ. На территории находятся британцы, как в униформе, так и в гражданском. На территории Украины также активно работает ЦРУ, которые шпионят за британцами, за поляками, за русскими, за кем они только там могут шпионить. Третья мировая уже началась? Помимо того, что вы сказали, Третья мировая... Мы на пороге Третьей мировой, поэтому я хочу вернуться к моему последнему ответу о сдерживании эскалации. Последнее, чего хотят русские, это создать условия, при которых Третья мировая действительно может разразиться. Они видят все перечисленные вами детали, как на столе. И с точки зрения русских, как мы можем продолжать побеждать, продолжать удерживать превосходство на поле боя, не учитывая всех этих деталей, не удерживая везде эскалацию? Потому что если русские, реагируя, переберут через край, эти детали станут фишками в военной игре, которую можно будет назвать Третьей мировой. И прямо сейчас Третья мировая не начинается, потому что нет прямого боевого столкновения между Россией, Соединенными Штатами и НАТО. Но все детали, необходимые для ее начала, уже собраны. И поэтому, например, отправка ракет «Патриот» на Украину, это очень глупое решение. Потому что таким образом создается больше условий. Российское терпение может достигнуть предела, и русские могут отреагировать очень резко. И эта резкость раскрутит маховик эскалации, начнется Третья мировая, и хорошо уже никому не будет.